Ковид все чаще уступает место новым инфекциям. Вернулся достаточно тяжелый грипп, разгулялась микоплазма. Сейчас именно этот класс бактерий вызывает пневмонию, а не традиционный пневмококк. Достаточно типичный возбудитель пневмонии, он давно известен, он давно описан. И в популяции микоплазма циркулирует с подъемами заболеваемости где-то цикл от 3 до 7 лет по разным литературным данным. Болеют в основном молодые люди и заражаются в основном от детей. А поскольку микоплазма является атипичным возбудителем, она очень маленькая, у нее другое строение клеточной стенки. Это внутриклеточный возбудитель, она фильтруется. Она может передаваться воздушно-капельным путем, но для того, чтобы ей заразиться, нужен достаточно долгий и тесный контакт. Несмотря на то, что пневмония, вызванная микоплазмой, протекает с длительной высокой температурой, она достаточно хорошо лечится и практически не дает дыхательной недостаточности и осложнений, говорят пульмонологи. К концу второй недели пациенты обычно вылечиваются. Чаще всего болеют дети, которые заражаются в детских садах и школах, и прежде всего подростки. Понятная причина. У подростков мы не можем исключить влияние курительных смесей. Казахстан и Узбекистан, они еще в прошлом году осенью говорили о микоплазменной инфекции, о пневмониях. Именно основной причиной у них явились курительные смеси. С курением микоплазма и проникает в легкие. Что касается профилактики, вакцины от микоплазмы пока нет, над ней работают. Но привиться от традиционного возбудителя пневмонии, пневмококом можно. Правда, бесплатно вакцину ставят лишь тем, у кого тяжелые хронические заболевания легких, а также призывника. Среди мер профилактики по традиции маски – проветривание здоровый образ жизни. А если болезни не удалось избежать, лучше лечиться в стационаре. Академик Чучалин нам поставил такую, так скажем, цель, что лечение пневмонии должно приравниваться к лечению инфаркта. То есть пациент должен максимально быстро быть госпитализирован и в течение первых четырех, ну максимум восьми часов от начала заболевания получить терапию. Кстати, выписывать самому себе антибиотики не стоит. Микоплазма лечится специальными препаратами. Впрочем, и противовирусные в данном случае рекомендуют применять только по назначению врача. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком.